так всем привет с вами снова я им заявить и решила сделать обзорчик по покеру америка сходру он же относится к сети vpn рассказать из-за и против какие плюсы какие минусы по отношению к другим покеру так ну что поехали так во первых какие какие здесь наверное о чем с минусом да потому что минусы здесь намного больше чем плюсов во первых здесь нету отдела ответственные игры да то есть если вы хотите заблокировать какой-то продукт себе например sitting go там или кэш-столы и тогда навсегда образно то здесь только есть такая функция как ее сейчас убрали здесь можно было в ручном режиме сейчас недавно обновление было кстати об обновлении еще поговорю с вами расскажу какие минусы есть при обновлениях вот и была такая функция вы здесь но ведь почему-то убрали здесь можно было добавили только не кэш-столы можно было казино исключать себе там на год но они посчитали наверно то минус вот недавно было обновление здесь только можно галочки убрать и нажать готово то есть если вы хотите какой-то продукт себе убрать которую только откликает вас а здесь только могут пожизненно заванить казино через службу поддержки да я когда в апреле 2020 года пришел америка с карту я сразу написал службу поддержки заблокировать ими казино не буду я буду играть столько вот если минус то что вот отношение к другим покеру и если сравнивать отдел ответственной игры в этом направлении лучше всех это работает покер-старс то есть вы там очень классно удобно например если вы хотите заблокировать sit and go вообще любую дисциплину вам могут через службу поддержки заблокировать здесь нужно дать конечно в этом направлении покер-старс должны и партии покер еще может заблокировать тот или иной продукт там отдел ответственные игры тоже очень хорошо работа вот gg покерок в гг покерок если вы захотите например заблокировать казино да и если вы службу поддержки напишите гг покерка мол причем вежливой форме да там добрый день там образно вот мне нравится ваш покерный со все красиво все удобно я хочу играть в покер на меня отвлекает ваше казино и реклама казино не могли бы вы мне например заблокировать и раздел казино там навсегда я буду играть только в покер и поверьте мне через буквально два-три дня вы можете получить письмо такое такого характер такого содержания добрый день ваш аккаунт заблокирован навсегда связи с игровой зависимости то есть вот так вот там всего настроено все устроено вот поэтому отдел ответственной игры на бегу покерке ужасный ужасный сам вот если брать самые крупные покерные турниры сети в пенда который относится больше покер america scardrum и покеркинг и так далее тому подобное покер старт партип покер три восьмерки и сеть гиганетворк уже всех работает в этом направлении то есть им не выгодно потому что все прекрасно понимают что онлайн покер это не интеллектуальная игра это гейминг и человек который может проиграться он либо пойдет на лимит и выше проигрывать до либо пойдет в казино чтобы быстрее деньги отыграть в итоге там уж и все проиграет для них главное чтобы человеком дело более чем больше депозитов тем такой игрок ценен и такому человеку будет больше отвечать в сопроты на вопрос поехали дальше я еще заметил вот смотрите вот я сейчас найду настройки да вот можете только здесь отключить те продукты которые вам не интересно вот например я играл nl100 семикарточный став хайлоу так вот я сейчас его включу ну в этом году уже так вот мне даже средние лимиты уже стоит галочка вот один игрок да тут бывает вообще просто все пусто да если все поставить вот то есть например гладь опуска такой захочешь поиграть там и параллельно гидрофильм сможешь ли какую-то статью считаешь только открываю что вы садишься и сразу через пять минут буквально листов полный и вот и сидишь и гадаешь это боты либо это просто скрипт автопосадки у людей хотя он во всех покер-ромах запрещен и как только ты выходишь через пять минут мы не через пять раздать весь стол сразу пустой вот так вот рейкбэк здесь очень маленький очень маленький я играл где-то в совокупности часов восемь ну вы знаете что такое во первых да еще такой момент в этом направлении генератор случайных чисел настроен так чтобы как можно больше ваши деньги месились и в рейк ты зарабатывал только покеру поэтому один на один по крайней мере в лоубольные игры здесь не выгодно играть потому что это наглядно заметно вы за час можете сыграть образно с человеком 80 90 рук и поверьте мне вы вот даже вот и если брать лимит а вот он а in l200 я играл in l200 не не подожди среди не до in l200 я вы можете например сесть оба с двухсот долларами и один и второй игрок да и например один будет за час сыграет ровно в 0 200 а у другого станет там за час образно 175 178 долларов то есть получается 22 доллара они просто не санулись в рейк за один час игры может даже еще и больше а рейкбэк здесь очень маленький вот например вот я играл да вот сейчас я зайду вот награды здесь две программы лояльности награды не каждый заметит этот момент пригласить друга здесь очень неудобные кстати программа лояльности ковыряться сквер-кодом вот я в этом сегодня 6 февраля в этом году я набил 497 и руки это очень много ну реально очень много этой миссии очень много так point in change вот вы можете на вот эти опыточки не на коня к нб польз перли перли на немецкий второй так что не обессуйте вот за каждые 100 очков вы можете получить 1 доллар ну то есть чтобы эти 100 очков набить например вот на in l200 и на in l200 и вам нужно сыграть образно один на один часа два два часа чтобы эти 100 очков набить вы представляете что к нл200 до семикарточном стали и что такое один дом это вообще не что есть еще другая программа лояльности этого зайти очки за каждый 450 это кажется вот здесь вот рп за каждые 750 прошу прощения скажи 700 очков вы можете получить 10 долларов естественно чем выше статус у меня сейчас лейтенант чем выше статус у вас вот вы откроете достижения тем больше вам будут очки капать на начальной стадии это вообще вы не ощущаете эти очков то есть программа лояльности здесь очень слабые так какие здесь еще минусы при каждом обновлении я устал им писать я просто реально им устал писать при каждом обновлении здесь разбиваются эмоции то есть вот откроем какой-нибудь турнир 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 сейчас я запутал а у меня галочка фрирола стоят все вот откроем какой-нибудь турнир и откроем какой-нибудь стол вот когда какое-то обновление крупное идет до сбивается носа то есть могут удалиться просто какие-то но сюда вот например поставишь игроку на задано пишешь что-нибудь а какое-то крупное обновление будет нос просто удалить и приходится либо отдельную отдельный фарик за записывать либо думать о таких программ как хэн ту нот или какой-нибудь холдом менеджер ставить ради того чтобы эти нос и были это и этим не пользоваться их софтом а уже параллельным софтом для того чтобы сохранять руки и делать какие-то но цены игроков это реально очень отвлекает то есть ты тратишь время на информацию это вот это вот у них такая вот проблема в этом покеру мы так какие еще здесь минусы очень кроме вот рейдбэка которым я рассказал до которого вообще не ощущаете просто по сравнению то что на гг покерок вот когда я играл у меня есть видео на ю тубе да вот аллен или фолк там по 80 долларов я там мог два часа поиграть я там на рейдбэке только где-то долларов 60 заработал вот просто аллен или фолк ты делал да я на рэдбэк в 60 долларов делать а тут 4 часа на нл-200 ну конечно там совсем другая программа но здесь я вообще просто еще поздняя регистрация очень большой минус здесь очень длинная поздняя здесь может быть в турнире за один доллар за один доллар как он даже тут семикарточный стат хайлоу регистрации 4 или 5 часов этого этого это очень много то есть в этом направлении я неоднократно писал что к регистрациями должна пусть они делают гарантию меньше но зато регистрация должна быть адекватной два-три часа но не более одна делать когда какое-то крупные события то это другое дело даты там понятно что поздняя регистрация и большие гарантии но когда это никчемный турнир здесь не должна бы такая огромная гарантия быть вот еще такой минус в этом направлении что в этой сети это единственная сеть где все турниры с рыбаями я считаю это нечестно и несправедливо по отношению к игрокам у которых маленький банкрол либо хотят играть в адекватный покер потому что у кого у кого большой банкрол они что они просто наркоманят делают бесконечные алыны при флоп там со всяким мусором или делают под 10 входов и тут такой наркомании навидался можете в инстаграме меня увидеть даже на предфинальных столах тут такой бред творится и причем не турнир за доллар а какой-нибудь пока за 5 5 за 11 16 50 это ну тут вообще такой бред творится вот и я считаю что есть люди хотят играть нормальный покер что можно посмотреть флоп какие-то действия сделать на пост флопе там до на терне там на ривере а не просто играть пуш фолд алым при флоп на степ 100 200 bb я считаю здесь должны быть турниры в этой сети где будет у всех один шанс вот это единственное это тоже огромный жирный минус все турниры они с рыбаями просто все турниры это неправильно я считаю это нечестно по отношению к игрокам которые хотят действительно играть нормально адекватный покер да еще какой здесь какие здесь минусы вот давайте я еще открою стол вот открываю стол например я видел человека с ником некрасивое слово там рашин и оскорбительное слово в адрес русских мне например сидеть за покерным столом и читать вот такие ники было неприятно то есть заблокировать конкретно ник его я не могу аватарку здесь аватарки нельзя загружать аватарку какая-то неприятная медала даже вот эта маска образно если я не хочу видеть я не могу то есть на покер старсе в этом направлении очень грамотно связи сделать вы можете заблокировать отдельный чат вам не нужно писать службу поддержки да если он как какой-то какая-то аватарка какой-то никнейм какой-то чат от человека вам не нравится вы можете все это за покерным столом заблокировать в этом направлении покер старс молодцы а вот здесь это не вообще просто это ужас какой-то это тоже большой минус и это только отвлекает еще какой так по настройкам ну по настройкам я играю без вспомогательных программ уже полгода меня они только отвлекают на самом деле и начали только реально раздражать единственный плюс я вижу это только работа над игрой полда менеджер или покер трекер и графику статистику но это все можно там денежку заплатил на шарскопе посмотреть и все только в плане работы над игрой эти программы полезные ну по крайней мере ту перспективу которую я вижу а так за игровыми столами они для меня бесполезны только только реально отвлекает ну вот все вот эти а какие плюсы ну это вот все минусы да вот эти вот который я вид сыграл больше 1000 турниров здесь есть и плюсы конечно да разыгрывают много билетов но про билеты я уже говорил неоднократно то что билет это всего лишь психологический трюк я лично это мое личное мнение то есть когда социальных сетях разыгрывать там билеты на какое-то событие до скрипт устроен так потому что это же все на скриптах написан то разбираются языках программирования да кто когда-то что-то там писал на c плюс плюс дейл сперл и так далее прекрасно понимают что такой язык программирования и что на скриптах то есть когда они разыгрывают какие-то социальных сетях билеты там билеты могут прописать такому-то аккаунту образно дал вероятность попадания на финальный стол да и билеты эти это в основном такой психологический трюк человек ходил зависимость потому что все прекрасно понимают что онлайн покер я уже в начале сказал что это не интеллектуальная игра онлайн покер это геймлик да а там не геймлик там у человека и зависимость и когда человек проиграет деньги одно дело когда это микролимитчик до образно выиграл турнир со 109 долларов образно билет и у него нету денег сделать депозитом эту подсознательно понимает вот если только он не безбашенный я видел людей на своей жизненной пути у меня был даже ученик самый первый в этом плане наркоманил жестко там делал депозиты на покер старте играл спинненгу по тысячу долларов там по вечерам появлялись они я помню днем их не было вечером появлялись то есть у человека зарплата 100 тысяч рублей он мог спокойно полмиллиона сделать дать полмиллиона взять кредит банки и играть по тысячу баксу спины я считаю это неправильно дал по европейским законам геймлинговой организации если только ты делаешь депозит больше десяти тысяч долларов вроде обязаны брать справку с банка от человека о происхождении его средств то есть на что он играет потому что в европе очень много участились и случаев когда люди там вешались стрелялись проигрывали чужие бабки свои ну и это вот такие законы в европе велись окажется 2014 2015 году и справки начались а по требованию гимлинг геймлингов организации требовали справки до доходов и бизнесы проигрывали чужие бизнесы проигрывали когда особенно там главный бухгалтер образно взял то миллион евро во франции вроде случае был 2015 2016 случае и проиграл чужие деньги отдавать нечем и такая ситуация тоже было вот в казино кажется он проиграл эти деньги не в покер в казино и на ставках вот и поэтому даже люди которые играют по тысячу долларов спины я считаю даже с таких людей нужно справки брать это групп психологический трех до человек ходит зависимость и начинает делать депозит одно дело когда человек рационально думает да то он понимаешь у него нету денег лучше закрыть ленты по те и другими делами заниматься а есть люди которые зависимы и таких людей достаточно которые берут кредиты и начинают проигрывать как бы деньги в турнирах и вот эти все билеты которые не разыгрывают это редкий случай редкий случай когда человек по билету обезребая войдет даже в призовую зону вот это своего рода бесплатный маркетинговый ход вот это и это тоже я считаю минус плюс какой здесь есть в сети выпая это удобный кэш-аут я не раз выводил в биткоинах от 50 до 250 долларов образно выводил приходили в течение десяти минут максимум бывали сразу вот только я нажал кэш-аут и сразу тебя на блокчейне у тебя деньги висят это очень удобно оперативно там тоже ты можешь деньги очень на карту сбербанка хочет там куда ну как угодно потратить в этом плане очень удобно сделано несколько не требует никаких справок все очень быстро оперативно а какой здесь еще плюс билет билеты если вы не выиграли их а сами добыли вот я вот играл билет может у меня в контакте я с фрироллов выиграл билет на за веном за 2650 долларов но я его не играл специально потому что для меня это большой дорогой турнир и даже если имея знакомый которые два знакомых просили будешь продавать ли доли я сказал даже если я ему продавал доли я бы все равно не играл потому что 2650 долларов это почти 200 тысяч рублей для меня это деньги я не стал этот турнир играть это для меня просто дорогой дорогой фрирол посидеть нервничать и играть по б стратегии для меня это как говорится не камерфо я не стал играть и да в этом направлении билет можно подождать когда он закончится гг покерок у меня такая ситуация была а я вы в твиттере кажется это был в августе 2020 год я выиграл там был какой-то конкурс надо было какой-то финальный какой-то финальный стол сформировался и надо было угадать кто выиграет турнир я поставил на артуру мартира сяна не выиграл билет за 52 с этого билета я сыграл сателлит и выиграл билет на 500 долларов это видео кстати тоже есть а там вылетел с королями но я не стал ждать потому что тогда был банкрот более или менее и и на старзах неплохо шло у меня тогда еще я не был забанен на старзах то не знают меня на покер старте забанили за недоверие к сайту вот такой предлог и прямо на пушке лет пришло у вас недоверие к нашему сайту и мы приняли решение в вашей жизни интересов не продолжать участвовать за нашими покерными столами вот по таким предлогам меня заблокировали я все-таки сыграл турнир за 500 долларов это видео есть у меня на youtube канале кто хочешь посмотреть у меня я выставился с королями в 30 б и я и человек заказал стуз король и туз выпал на флопе и я к сожалению проиграл турнир за 500 долларов и и чему это все говорю потому что до начала этого турнира я разговаривал службу поддержки гг покер гг покер это не на гг покер обладали покер и они сказали вы можете не играть и по истечению срока турнира этот билет переконвертируется в деньги только я не помню турнирные деньги не сказали любым деньги но тем не менее не переконвертируется и здесь тоже в этом направлении считаю это плюс если это а если это подарочный билет здесь даже подвезла за веном по две тысячи долларов разыгрывали и в твиттере в инстаграме билеты все равно было огромного верло и тем не менее разыгрывали очень много билетов и на твичах у представителей амбассадоров сети америка с кордом разыгрывали они билеты во всяких эрудициях там арбусах и так далее и тому подобно на и ботах вот и в конкурсах репостах они вот разыгрывали вот эти билеты вы не вы обязаны играть и по истечению срока билета билет сгорает а если вы сами отобрались то эти билет вы можете не играть и может переконвертировать переконвертироваться валюту это очень удобно это очень удобно и здесь нужно дать им должны ну как бы ты сейчас за покерными столами ты работал да и твоя работа как бы хоть как-то она будет вознаграждена вот еще какой плюс вот у меня как раз есть один билетики а вот недавно выиграл вот все как раз серия будет у сс я буду его играть на стриме на твиче а вот я уже даже планирую какой турнир буду играть это босс 59 вот твой турнир и этот билет но тут видите год год я не буду ждать турнир за 22 доллара вот а так все билеты они как бы на год даются а вот на дорогие турниры они поменьше по истечению какой-то серии вот и еще такой момент какие плюсы ну естественно и депозитом любом покеру нам очень быстро и эффективный ну покеру если брать по оценке единственными не нравится отдел ответственные игры и как саппорт отвечает очень редко отличается очень редко это отнимает кучу времени есть как конечно не свой форум до где вы можете оставить отзывы на это тоже неправильно покер развивается покерный клиент но очень медленно как говорится на уверенно но сейчас вот это вот у них вот когда вы серии за веном у них был какой-то крупный сбой и они сделали назад то есть не то что вот обновление было перед звеном тут было вот настройки захожу здесь была функция вот не дизельный дизель был я кажется какое-то видео даже по это не было вот ловите это просто это старый то что до нового года был новый новый у них софт была функция я вам сейчас даже наверно покажу я вам сейчас даже покажу это кажется есть у тем про онлайн я скидывал видео у брю кажется это видео вот как раз перед новым годом так сейчас я вам покажу youtube пост наверное кажется вот вот мои видео я скидывал 26 26 января вот давайте я вам открою его и вы просто вместе мы посмотрим вот это какое обновление было же звук выключи да что они добавили что и это все крахом покрылась его не даст кто при возможности можете подписывайтесь ко мне на youtube канал мне вот 846 подписчиков а чуть-чуть не хватает до 1000 чтобы уже монетизировать канал медленно но уверенно крутить ботов не хочу так вот видите у них внизу есть банк games а здесь у них нет они релоуд сделали потому что у них обновление с какими-то косяками было такое что все турниры встали и даже такой баг был когда ты регистрировался в турнире деньги списывались а лобби турнира не открывалась и там было внизу написано мол сделайте регистрацию в турниры в твиттере этот скандал был видела огромная тема была вот видите сейчас он дойдет до этого момента тот момент который мне был очень важен потому что медь и кэш-столы и просто раздражать начали как если вы казино забанить и вот эта функция у них только осталось вот это некоторые фишки у них убрали но мне важно я сейчас пролистая что времени тратить вот 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 сейчас откроет последняя функция которая мне была интересна видите ее ее здесь нет это на это видео 25 января вышло вот банк games то есть вы можете заблокировать покер на сколько-то дней как на покер старте на спорт да здесь ставки есть но я ставки не делаю уже давно я 2017 году последнюю ставку я сделал только в декабре там крупную ставку сделал можете скрин у меня в инстаграме посмотреть по хоккею вот казино на какой-то день а эту функцию видите убрали то есть а покер только покер можно здесь нет отдельных кэш-столов я в этом очень сильно расстроился дом может отдельно сделать и там голода который мне не интересен кэш-столы его этого здесь нету из-за из-за этого бага который был вот этот баб эту функцию видите убрали то есть все криво все чужой свои аватарки загружать к сожалению здесь не надо нельзя с целью безопасности у них такую такая фишка вот а остальные аватарки даже которые есть и который только раздражает некоторые ну я не особо раздражительными но единственный если минус который мне вот не понравился который рассказал то что там человек с оскорбительным никнеймом был в адрес русских мне это неприятно было сидеть за 10 покерным столом с таким человеком и покер у меня даже ничего не ответил служба поддержки ничего не ответила ну в основном здесь минус если взять все покеру которых я играл за сколько почти 4 в августе будет как 14 лет я играю в покер если взять все покеру мы отдел ответственной игры на первом месте это покер ставс это однозначно это как ни крути на втором месте наверное партий покер до партий покер в этом плане тоже молодцы там даже если вы напишите напишите в такой форме да я завтра я проиграл все деньги завтра пойду там образно вешаться вам партий покер забанит аккаунт пожизненно да и потом будет очень тяжело выбраться оттуда потому что вы будете доказать должны будете доказать что вы пошутили или в порыве просто написали и вам буду даже с милицией звонить вы понимали вот гг покерок насрать вообще похеру вот просто слова совсем покер старт тоже забанит за такие за такие разговоры это даже не обсуждается как на 88 покер я не знаю сети vpn я тоже не знаю как это устроено я знаю что вы за эти должны были такие слова держим покеру мы пожизненно банить и цацкаться и сюсюкаться с вами никто не будет потому что онлайн покер я уже был уже третий раз повторяю это как ни крути геймлинг и здесь очень серьезно к этому все относятся вот здесь стать и даже есть амбассадора я в твитере у себя писал какие-то негативные отзывы освоя в этом покеру этом даже амбассадор и предлагаю мне какие-то психологические тренинги бесплатно вот ну здесь в этом плане конечно нужно дать им должность люди готовы были бы потратить свое время да ну из-за того что меня языковой барьер тем не менее люди готовы были потратить свое время и уделить часик там полтора чтобы привести тебя в порядок говорится и поставить на путь истинный вот ну вот такие в основном здесь минусы ну мне здесь не нравится вот еще раз подчеркну здесь поздняя регистрация основные все турниры ночью хорошие турниры какие здесь еще минусы вот основные черт подчеркну кривой софт еще сырой софт реально сырой софт ответственный отдел ответственной игры очень слабо работает рейдбэк здесь никакущий от слова совсем я вообще не ощущаю может только когда ты там в течение года статусы наберешь вот эти которые я вам показывал да а пачки и рп очки чем больше тех набиваешь вот эти рп очки особенно тем выше у тебя статус и тебе больше очков еще копать начинает с каким-то маленьким 1x 1 и 1 x там 1 и 2 x образно и естественно можно начальных этапов когда у тебя новый год очки все сгорают и кстати очки здесь сгорают сразу моментально 1 января первую же минуту тебя сразу по нуля да вот такая вот ситуация кто не добрал тому просто не повезло вот играть ли вам здесь ну и игрокам из снг здесь играть только есть смыслов только в том случае если у вас есть криптовалюта и все а здесь еще есть новый способ депозита но я о нем говорить не буду типа матч беттера русские банки с ними работают по крайней избирать сбербанк люкс я не могу сейчас депозиты открыт на стриме потому что тут дебильная система открыта так как сделано так как если я начал сейчас открою кассу там сразу вы увидите адрес проживания кого там есть новый способ депозита да но она работает только с визами в долларах то есть рублях она не конвертирует я знаю что сбербанк работает с депозитами и очень маленькая комиссия на мне удобно через блокчейн я здесь ни разу депозит не делал я столько кэша вот здесь делал с февраля месяца того года год назад я отказался депозитов когда она где-то покерок проиграл по по своим меркам крупную сумму и после этого я нигде никогда будет ведь уже год и никогда нигде не делал депозиты только кэша вот вот и здесь очень удобно и в этом плане программа устроена ну всем кому понравился видос или может я что-то не договорил или переговорил или не договорил не знаю что еще добавить в этом направлении вот здесь еще есть система наград я не показал кстати пригласить друга здесь неудобно только по р-коду это он должен сделать депозитом 50 а 25 долларов минимальный и тебе начислить депозит 25 долларов и тут но ты должен отыграть и он нужен течение 60 дней отыграть не по неудобная программа лояльности мне не понравилось вот бонус на первые методы не до сих пор с память по почте бонус на первые депозитом до двух тут вот целый год целый год просто я уже спал не добавляю их ладно вот здесь еще вот такая функция есть но здесь наверно только для самых привилегированных вот здесь нужно 200 тысяч я не знаю сколько надо бабла чтобы эту медаль получить пиху впихнуть здесь можно а вот 50 500 полмиллиона рп наверно только для сам для вип игроков и вы получите кэшбэк 2000 за полмиллиона рп которых надо набить вы получите всего лишь 2000 долларов чтобы вы понимали то есть тут надо наверное оборот миллион долларов сделать чтобы получить две сраные две тысячи баксов но извините меня то что вот так ответил по-другому этой ласковой форме не заслужили не заслужили как говорится уважение это как медаль его нельзя купить его можно только заслужить и поэтому уважительной форме говорится нельзя было сейчас это сказать ну кому понравился видов ставьте лайк и до подписывайтесь желательно на мой новый twitch канал и на новом тыч канале я веду себя хорошо хотя у меня есть антисемитские предрассудки которые я высказал высказываюсь twitter и на твиче теперь я более умнее стал у меня новый канал этом почти 400 фоломеров но я очень мало стремлю но тем не менее медленно но уверенно поднимаясь и на youtube канал естественно youtube канал подписывайтесь и случилось не стесняйтесь задавайте вопросы какие вы плюсы или какие минусы вы видите в 10 может я что-то не договорил вот или чего-то я не до увидел или переговорил опять же расскажу про эту сеть играть ли вам здесь или нет для снг игроков я здесь невыгодно как мтт так и кэш ну надеюсь я конструктивно и продуктивно сделал контент и для игроков из снг он будет полезен и по крайней мере и вам не придется тратить время ходить по форуму читать где-то что-то узнавать у кого-то кто играет кто не играет по крайней мере я сказал по чесноку как оно есть на самом деле всем пока